Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Фёдоровна Уральского, заведующая кардиологическим отделением филиала номер 3-3 Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Наталья Фёдоровна! Здравствуйте, Мария Юрьевна! Очень рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поговорим о сердечной недостаточности. Что это такое? Давайте разбираться детально. На самом деле, сердечная недостаточность – это одна из самых актуальных проблем современной кардиологии. Она сродни неинфекционной эпидемии. Это не болезнь, это синдром, как исход гетерогенной разнообразной группы сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к анатомическому структурному ремоделированию трансформации мышцы сердца. И в результате происходит снижение сердечного выброса. Описывают ещё это как нарушение наполнения и освобождение сердца. В результате в порочный круг попадают разные органы и системы. И постепенно возникает полиорганная недостаточность, приводящая к летальному исходу. Подсчитано, что во всём мире этим синдромом больны более 60 миллионов пациентов. В России более 12 миллионов, но, я думаю, это верхушка айсберга. Удручает то, что более 35% с этим синдромом социально активных, трудоспособных до 60 лет пациентов. Есть такая статистика, что лица более 65 лет имеют основную причину госпитализации с этим синдромом. И через месяц повторная госпитализация. Поэтому выставленный диагноз сердечной недостаточности в течение 5 лет может привести к летальному исходу. Но ещё более депрессивная такая статистика о том, что вот сейчас буквально каждую минуту погибает один пациент с сердечной недостаточностью. То есть это серьёзная проблема? Да, да. Эта проблема серьёзная. Она получается серьёзная не только медицински, но и демографически. Так как, ещё раз повторю, что попадает в зону контингент, который социально активный и трудоспособный. Наталья Фёдоровна, почему развивается сердечная недостаточность? Ну, причин для этого много. Учитывая статистику, учитывая собственный опыт, опыт нашего учреждения, на первом месте лидирует ишемическая болезнь сердца во всех её проявлениях. Где-то две трети от основных причин. Плюс гипертоническая болезнь. Особенно в сочетании. Это всё усугубляет течение синдрома. Кардиомиопатии, рестриктивные, дилетационные, гипертрофические, перенесенные миокардиты после инфекционных заболеваний. И здесь как раз мы вспоминаем о том, что живём в эру постковида. Ковида, который на практике показал нам, что поражение лёгких вначале индуцирует поражение сердечно-сосудистой системы в будущем, в ближайшем или дальнейшем. И это тоже в копилку сердечной недостаточности определённый вклад привносит. Заболевания обменные, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы с повышенной или пониженной функцией, болезни накопления, амилоидоз, заболевания, связанные с пороками, врождённые, приобретённые пороки сердца, поражение перикарда, эндокарда, аритмии, нарушение ритма сердца. И мы уже говорили, что одна из самых частых аритмий – фибрилляция при сердце, которая очень часто выявляется у населения, а порой не выявляется, потому что не обращаются к специалистам, она приводит к сердечной недостаточности. А если эти причины совокупно у конкретного пациента собраны, то, конечно, одно другое отягощая приводит к прогрессированию уже той самой полиорганной недостаточности и, к сожалению, к летальному исходу не всегда медицина успевает помочь. Именно такой немножко неоптимистичный прогноз привёл к необходимости выработки методов диагностики, лечения. Сейчас появились революционные, инновационные, консервативные болезнь-модифицирующие препараты. Они продлевают жизнь и улучшают качество. Они появились в нашей стране буквально около пяти лет и введены в рекомендации лечения сердечной недостаточности последние годы. Мы надеемся, что все врачи, врачи всех специальностей, ну, конечно, и терапевты участкового звена, и кардиологи, выявляя этот синдром, будут назначать препараты, и люди будут жить дольше и качественнее. Если говорить о диагностике, насколько легко диагностируется сердечная недостаточность, и какие вот триггеры должны служить знаковыми и для пациента, и для врача? Если он обратился, например, к терапевту, то есть ещё не дошёл до кардиолога. На самом деле, как мы и говорили, обратите на себя внимание, да, прислушайтесь к себе. Симптомокомплекс начального проявления очень не специфичен. Одышка, утомляемость, слабость, учащённое сердцебиение при нагрузках, появление небольшой отёчности нижней трети голени в области лодыжек – это не специфичные симптомы. Врачам проще диагноз интерпретировать, когда заболевание, к сожалению, проявляется уже в более серьёзной стадии, в декомпенсации. Но выявив у себя такие проявления, которые появились после простудного заболевания, или на фоне аритмии, конечно, нужно сразу обратиться к терапевту. Если таково нужно, он направит к кардиологу и назначит комплекс лабораторно-инструментальных методов исследования. В лабораторных исследованиях тоже есть определённый прорыв. Кроме простых, скажем, скрининговых методик – это общий анализ крови, который показывает нам наличие анемии. А мы уже говорили, что анемия выносит вклад в развитие сердечной недостаточности, особенно у взрослых пациентов. Как острая анемия, так и хроническая. Воспалительные изменения крови. В биохимическом анализе крови особое внимание уделяется нарушениям углеводного обмена, липидного профиля, ну и, конечно же, функции почек. Так как это практически такой краеугольный камень, его порой сложно разрешить. Функция почек определяет практически жизнь пациента, возможность его лечения. Тот самый современный метод диагностики – это исследование в анализе крови натриоэритических пептидов. Они вырабатываются в миокарде при растяжении клеточек сердца. Но, к сожалению, этот анализ у нас в нашей стране пока не скрининговый. Его можно сделать в отдельно платной лаборатории, но он помогает дифференцировать сердечную недостаточность от, например, дыхательной недостаточности. Но по возможности мы это тоже выполняем. Ну и, конечно, главными современными методами диагностики остаются инструментальные методики. От простого – это электрокардиограмма, которая выявляет наличие аритмий, нарушение проведения, ишемию. Рентгенография легких. Если у пациента одышка в ночное время в положении лежа и необходимость при поднятии головного конца кровати, мы предполагаем, что у этого пациента довольно-таки серьезное застойное полнокровие в малом круге кровообращения. И мы можем на рентгенографии это выявить этими признаками сосудистого полнокровия вплоть до выпада в плеверальной полости. А это само по себе уже усугубляет одышку. И, конечно же, эхокардиография. Вот эхокардиография в настоящее время – это просто чудо из чудес. Это метод, который вооружает врача, дает шанс на выбор правильной терапии. Появилось даже такое понятие – фенотипические маски сердечной недостаточности. По большому счету это лицо сердца, которое показывает цифра выброса сердечной. В норме у человека это более 52%. Если от 49 до 40 – это умеренно сниженная фракция выброса. То есть это коррелирует с проявлениями сердечной недостаточности в умеренной степени. Но если выброс менее 40, то и проявления будут более серьезные. У этих пациентов часто рецидивирует декомпенсация. То есть сила сокращения сердца снижена. И выбор терапии немножко сориентирован на другие препараты. Конечно, диагностики помогают и современные компьютерные томографии, коронарангиографии. Потому что она помогает выявить и причину порой сердечной недостаточности. Ну и помогает ее и полечить таким образом. Наталья Федоровна, мы поговорили о том, что такое сердечная недостаточность. О симптомах, диагностике, методах лечения. Давайте поговорим о профилактике. Конечно, все начинается с профилактики. Действительно, профилактика – это здоровый образ жизни, о котором мне однократно говорили. Мне кажется, уже многие об этом оповещены. Вот только не все применяют. Это контроль за весом. Ожирение тоже, кстати, входит в причину сердечной недостаточности. Особенно если это ожирение высокой степени. Контроль за уровнем сахара крови, то есть, соответственно, правильное питание. Активный образ жизни, физическая нагрузка, которая прописана стандартом. Для здорового человека, конечно, ограничений нет, а вот для пациента взрослого – это уже лечебные нагрузки. И это 30 минут ходьбы, например, каждый день, 5 дней в неделю. И вот здесь как раз кроется некий метод обследования самого себя. То есть, пациент может, прогуливаясь, определить наличие сердечной недостаточности. Так называемый тест с 6-минутной ходьбой. В общем-то, пациент сам становится маленькой клиникой, оборудованной, например, пульсоксиметром. А по большому счету сейчас этот маленький гаджет присутствует в каждой семье. Оценить свою частоту сердцебиения также помогает пульсоксиметр. И, конечно, оценить свои ощущения при ходьбе. Если человек в течение 6 минут преодолевает больше 550 метров, то это хорошая выносливость. Это хорошая адаптация к нагрузкам. Это здоровый организм. Если меньше, то, соответственно, уже нужно призадуматься, нет ли какой-то проблемы, которые приводят к такой повышенной утомляемости и уменьшению количества метров. Тест с 6-минутной ходьбой прошу взять на заметку. Что еще, в общем-то, от профилактики маленький такой вот месседж к лечению. Конечно, является ли профилактикой лечения гипертонии? Конечно, является. Если мы пациента мотивируем, и вот почему я и обозначила, что гипертония является одним из веских триггеров сердечной недостаточности. Поэтому те сомневающиеся индивидуумы, которые считают, что можно пропускать прием препаратов, не ощущаю, значит, у меня нет болезни. Отрицание отрицанием прислушайтесь к этому и все-таки контролируйте себя. Цифры давления должны быть 120 на 80 у пациентов, но как минимум до 70 лет. Есть определенные ограничения, когда мы можем увеличить диапазон оптимальных цифр, но это обычно сопутствует определенным заболеваниям. Чаще давление должно быть 120 на 80. Какие еще лечебные, в общем-то, вклады в и профилактику сердечной недостаточности? Это терапия сахарного диабета, это хороший контроль за уровнем холестерина крови, это контроль за функцией почек. Вот я не уточнила, что есть такое заболевание, хроническая болезнь почек, которое приводит к инвалидизации, в общем-то, пациентов. Они вынуждены получать заместительную почечную терапию. Сеансы гемодиализа – это и лечение самого заболевания почечной недостаточности. Но у этих пациентов, если у них пропущены сеансы гемодиализа, или они набрали больше жидкости в организм, употребляя ее, а у них есть конкретные нормативы, то это может тоже приводить к сердечной недостаточности. То есть, как бы, конкретно получая лечение нозологии, да, какой-то, который вносит вклад в сердечную, мы уже профилактируем прогрессирование этого заболевания. В лечении сердечной недостаточности появились, вот как раз я уже говорила, модифицирующие болезнь препараты. Это революция. Основываясь на свой опыт, я помню, как после института выбирали в лечении сердечной недостаточности основные группы препаратов. Это нитраты, мочегонные, гликозиды сердечные. Сейчас эти препараты относят к препаратам, улучшающим качество жизни. А ведь нам нужно продлить жизнь, улучшить прогноз заболевания. И оставаться социально активными, что немаловажно, с учетом того, что в самом начале программы вы сказали о том, что болезнь-то, в общем-то, молодеет. Да, болезнь молодеет, так как причины, триггеры молодеют. И эти препараты, используемые для модификации болезни, были опробированы и применены у пациентов с тяжелой сердечной достаточностью и доказали свою эффективность. Называют это квадротерапией. Там четыре основных группы препарата. Бета-блокаторы, ингибиторы ангиотезин, превращающие в ферменты или сортаны. Препарат, сочетающий из себя вальсортан и сакубитрил. И вот новое, это препарат, ингибитор натрий-глюкозного, КО-транспортера-2. Он блокирует реабсорбцию глюкозы в канальцах почек. По большому счету, является осмодиуретиком. Эти препараты, ДАПА и ЭМПА, глифлозины, были открыты недавно. В 2015 году их внедрили в лечение сахарного диабета. И сейчас их используют не только у пациентов с сахарным диабетом, а именно у пациентов с сердечной недостаточностью, с низкой фракцией сердечного выброса. Они показывают замечательные результаты. В комбинации, вместе они ударная группировка, спасающая жизнь. Ну, конечно, медикаментозная терапия должна быть соблюдена с правильными диетическими рекомендациями. Это самое главное – ограничение употребления поваренной соли. Не забываем, что она притягивает воду в организм. И питьевой режим. Опять напоминаем, что рекомендации взрослому человеку упивать до 3 литров жидкости не соответствуют применительно к пациентам сердечной недостаточности. Они могут погибнуть от такого объема жидкости. Максимум они могут позволить себе до литра жидкости в день. Ну и, конечно, вот такой рассказ о такой инновационной терапии не должен подвигнуть пациентов обратиться в аптеки, приобрести препараты, самостоятельно начать лечиться. Конечно, главная наша задача – привлечь пациентов в медицинские учреждения. Наше медицинское учреждение, я об этом хочу очень ярко заявить, что оно справляется с поставленными задачами. Мы выполняем программу обследования, мы выполняем программу лечения пациентов, вплоть до хирургических методов коррекции. Если необходимо, мы направляем их в другие среди сосудистые центры. И почему должен врач присутствовать в процессе лечения? Ну, к сожалению, и не все препараты можно всем назначить. Есть определенные ограничители. Мы уже говорили, например, нарушенная функция почек. Она не позволит выбрать вот эти современные средства лечения. Поэтому обращайтесь к врачам. Мы всегда вам рады, всегда рады помочь. И главное – помочь продлить жизнь. И оставаться социально активными. Спасибо, Наталья Федоровна, за интересную беседу. И в завершении нашей программы, конечно же, пожелания для наших телезрителей. Мария, конечно, я хотела бы пожелать пациентам верить, верить в то, что исцеление наступит. Не унывать при выявленном новом диагнозе. И доверять врачам, владеющим новыми современными методами лечения. Ну и, конечно, всем весеннего настроения. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok